Одной из главных тем декабрьской пленарки стало развитие в Перми массового спорта. Этот вопрос рассмотрели в рамках часа депутата. Как рассказала замглавы городской администрации Людмила Гаджиева, в краевой столице активно строятся спортивные объекты, в том числе и дворовой инфраструктуры. На данный момент возведен 51 мини-стадион, где можно бесплатно заниматься спортом. Расширяется список спортивных мероприятий. Пермский марафон, лыжный спринт, пермская прогулка и многие другие события уже стали визитной карточкой города. Что касается основных показателей в этой сфере, они задаются стратегией развития физкультуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года. Главный ориентир – доля людей, систематически занимающихся спортом. В 2019 году в Перми этот показатель составил почти 40%, в 2020 – 44%. По федеральному тренду к 2024 году в регионе должно быть не менее 55 активных сторонников здорового образа жизни. Надо сказать, что та динамика, которую сегодня Перм достигла, она позволяет нам говорить, что мы эти показатели достигнем. И даже, я думаю, что они будут превышены. Предполагаю так, что наша целевая цифра – это примерно 57-60% активно занимающихся. Одним из вопросов основной повестки заседания стало развитие туризма. Напомним, в 2021 году начнет действовать национальный проект «Туризм и развитие гостеприимства». Федеральное финансирование регионов будет осуществляться по двум направлениям – поддержка хозяйствующих субъектов, которые заняты в туризме, и благоустройство туристических мест. Пермские власти планируют получить дополнительные средства на развитие городских территорий. В связи с этим депутаты поддержали проект решения о формировании в Департаменте экономики и промышленной политики администрации города структуры, которая будет заниматься созданием условий для развития туризма. Безусловно, это для нас очень важно, потому что город имеет хороший потенциал. Единственное, что следующий год будет непоказательный, потому что в условиях пандемии и ограничений достаточно сложно развивать туризм. Еще одно решение, принятое на декабрьской пленарке, коснулось правил размещения НТО в городском пространстве. Из правил по благоустройству города исключат запрет на подобные объекты возле многоквартирных домов. Изменения обусловлены решением Краевого суда. В силе остается положение о том, что некапитальные сооружения не могут быть размещены на территориях, которые для этого не предназначены. Не самоцель просто запретить и просто чтобы ничего никогда не было, а именно самоцель для того, чтобы сделать таким образом, чтобы это было контролируемо и регулируемо. И с точки зрения того, где эти объекты размещаются, и с точки зрения того, что в них может продаваться, и с точки зрения внешнего вида, потому что это все-таки в том числе лицо нашего города. Предложение по регулированию этого вопроса городская администрация должна будет предоставить депутатам уже в следующем году.